Привет всем, это Азиз с компанией Камсис и сегодня я начинаю наш цикл видео уроков, в котором я покажу, как пользуются системой MagicQ, познакомлюсь со всей системой, с разными окнами, как работать с определенными функциями и со всеми, как говорится, вкусностями, которые система может предложить. Поэтому сегодняшний урок будет более простой, в котором я покажу, что происходит, когда вы только в первый раз включаете систему и что делать дальше. Свои видео уроки я буду записывать на Mac. MagicQ работает на Mac, Windows, а также Linux. Я использую MacBook Pro, на котором запущена последняя версия MagicQ, то есть у меня немножко она альфа-версия, то есть 1.7.6.4, в данный момент доступна 1.7.6.3, бета. Ну, к тому моменту, как вы можете снимать, уже будут, возможно, другие версии, но в данный момент я покажу именно на этой версии. И, значит, сегодня будет этот урок посвящен только общему содержанию именно системы MagicQ, и я потом делаю другие уроки, в которых я буду рассказывать про патчинг, про палеты, группы, эффекты и тому подобное. Значит, когда вы устанавливаете MagicQ софт на ваш PC или Mac или Linux, значит, при запуске у вас всегда открывается окно, которое спросит, хотите ли вы начать новое шоу, либо продолжить, вы нажимаете, скажем, продолжить. Ну, то есть я могу сейчас показать, если я сейчас закрою MagicQ и снова его запущу, то есть если я зайду в Mac, значит, софт идет с тремя, несколько пакетов, которые идут вместе с MagicQ. То есть у вас есть MagicQ, основной софт, который управляет светом, у вас есть MagicHD, это программа, которая управляет, это как HD Media Player, через который, ну, это можно сказать так, упрощенная версия медиа-сервера. Это тоже она идет бесплатная, а также есть MagicVis, это визуализатор, который приходит вместе с софтом. Еще, когда вы откроете вот папочку, например, аппликейшены, вот MagicQ, у вас идут также такие вещи, как MagicQ PDF, то есть это ваш мануал, в который можете зайти, если вы пользуетесь, скажем, если знаете английский язык, например, запустив мануал, вы всегда можете зайти в Search и поискать любую функцию, например, Patch. Patch, она вам покажет все, что у вас входит, все, что имеет слово Patch в содержании. Вот, ну, если английский, как бы, не основной, как бы, не первый для вас язык, то, само собой, уроки идут на русском, я буду готов помочь, как бы, во всем возможном. Вот, ну, так, на всякий случай, если вы английский знаете, то это очень хороший вариант всегда заглядывать в мануал и посмотреть, как работают те или иные функции. Я всегда это сам делаю. Итак, давайте запустим наш MagicQ. То есть я беру, запускаю MagicQ. И когда он первый раз включается, он, значит, спрашивает, запустить его, как обычную консольку, это значит, как, у вас включится режим, как обычной расчески, где у вас будет только, там, 24 фейдера, по-моему, и вы просто дергаете. То есть там напрямую сразу все подвязано. Вот, есть также другие разные режимы, можно запустить, как MagicHD демо, но я всегда делаю так. Так, continue last show, то есть продолжить последнее шоу, которое мы делали. Когда вы открываете, у вас открывается окошко, то есть я немножко вот сейчас его вот так вот растяну. Вот, можете потом вот здесь вот нажать клавиши Layout 1, то есть работа с окнами, у вас открывается окошко. Вот, если, говоря об интерфейсе, то есть в данный момент давайте я сейчас немножко растяну интерфейс, я вам про него немножко расскажу. Значит, говоря об интерфейсе, что перед вами находится? Перед вами находится вот это вот пространство, внутри которого находятся окна. Это называется как рабочее пространство, в котором у нас есть окна, можно открывать различные окна и различных размеров. То есть у нас есть вот окно группы, позиции, цветы, бимы и так далее. То есть вы такое, возможно, уже видели в других пультах, но все в основном работают в одном стиле. То есть вот у вас здесь есть ваши окна, я покажу вам, как работать с этими окнами. Также у вас есть вокруг рабочего пространства, также у вас есть до 8 энкодеров. То есть у вас энкодер A, B, C, D, E, F и также X и Y называется. Потому что в некоторых пультах вот этот X и Y, энкодеры находятся друг с дружкой, то есть они не здесь вот этот Y находятся, а здесь. В основном они используются для управления, скажем, позицией Punt, Tilt и так далее. То есть у каждого энкодера, к каждому энкодеру относится также окошечко вот здесь вот. То есть если я буду использовать, например, скажем, этот энкодер, то данные здесь будут меняться, либо я просто могу нажимать на экран и какие-то опции здесь будут меняться. Вы можете видеть, что у вас здесь показана как кнопочка, нажата Norm и Reverse. То есть нажимая на нее, вы проходите через все опции, которые даны на этом энкодере. Также у физических пультов есть еще вот здесь вот физический энкодер, то есть на него нажимая, это то же самое, что вы нажимаете на ваш экран. Но в данный момент мы сейчас работаем именно на MagicQ. Прелесть системы в том, что везде софт одинаковый. То есть только MagicQ, MQ500 и пульт у него интерфейс чуть-чуть отличается, но в основном все то же самое. Значит, это у вас энкодеры, а сверху у вас есть клавиши меню, которые идут с каждым окном. То есть, например, сейчас в данный момент у нас выбрано окно группы, и на него есть определенные менюшки, которые дают дополнительные какие-то вещи. То есть, например, скажем, вот окно группы, я вижу здесь все группы. А если мне нужно посмотреть, скажем, именно по прибору, то есть в некоторых пультах оно называется, фикшер окно и так далее, то вы просто можете нажать View Heads, пока это окно выбрано, и вы увидите, все ваши приборы находятся в списке. То есть они в списке, то есть они вот у вас находятся здесь подо, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. И вы можете использовать, скажем, scroll bar и спускаться вниз. Здесь, в общем-то, ограничений по количеству приборов, в общем-то, нет. Вот, значит, опять же я говорю, выбираете, когда окошко, у него есть определенные менюшки. Потому что, смотрите, если я выберу окно позиции, то есть у окно позиции меняются другие менюшки. То есть к нему, например, к окну позиции есть соответствующие другие клавиши, как, скажем, Mirror, чтобы приборы развернуть по зеркалу, Flip, чтобы их перевернуть и так далее. То есть если я выберу окно цвета, то у вас откроются, например, различные цвета. То есть здесь палеты у вас сразу же выбраны, Color Mixer, Color Picker. То есть я могу выбрать, у меня здесь такой Color Picker есть. То есть очень много разных функций, и они все зависят от того окна, которое вы выбрали. Также у вас здесь находятся 10 фейдеров, плейбаков. То есть это те вещи, это ваши фейдера воспроизведения. То есть на них вы записываете кьюшки, то есть сценки, либо кьюстаки, то есть это список сцены, также чейсы и так далее. И управляете фейдером. И полноценный фейдер, это считается, когда у вас есть ручка. Это когда у вас есть фейдер ваш, и плюс у него есть 4 клавиши. То есть снизу находится у вас Flash, то есть Flash. У вас также находятся S-клавиши, это значит выбрать именно эту кьюху или кьюстак, чтобы потом его управлять или туда вносить какие-то изменения. Также есть клавиши как Go для вашего кьюстака, а также есть клавиши Pause, либо откатать шаг назад. Вот, многие вещи здесь все это можно поменять, как они работают, но у вас, значит, есть 10 ваших плейбаков, на MQ500 у вас их 15. Вот, то есть из 10 кьюстаков у вас над кьюстаками еще также есть именно индикация, что у вас записано на этом воспроизведении. То есть у вас написано, например, PB1, это значит плейбак 1, это значит воспроизведение номер 1. Также у вас есть, например, индикация вот здесь, цифра, единичка. Это означает, что у вас там есть всего лишь один шаг внутри. То есть вы знаете, когда вы ищете, вы знаете, что у вас здесь всего лишь один шаг, то есть это будет одна сценка, это не список, а именно одна. Здесь также у вас есть название сценки. В некоторых моментах, когда вы сохраняете картинку, то есть, например, какую-то сценку, у вас пульт еще может предложить сюда выставить вам картинку с визуализатора, как у вас выглядит именно тот или иной шаг. Если это у вас, например, Chase и так далее, то он у вас показывает также, на каком шагу вы находитесь. И значит, у вас есть несколько шагов. То есть здесь в данный момент у нас есть 4 шага. То есть у вас 4 здесь. И если вы запустите Chase, они у вас побегут. Загрузка, второй шаг, третий, четвертый и так далее. Вот. Значит, что находится еще слева? Слева у вас находится Grandmaster. Grandmaster Fader, то есть который управляет общим выходом, то есть интенсивностью общей. Если она у вас опускается до нуля, пульт начнет вам здесь показывать индикацию Master 0. То есть он показывает, что у вас Grandmaster на нуле стоит. Также у вас есть клавиша DBO. Это значит, выключите или ZTM, как оно называется по-русски. Вот. Нажимаете на нее, у вас все тушится. Вот. Потом есть клавиша, есть другой фейдер, Submaster Fader. Значит, все вот эти, то есть Grandmaster, Submaster, а также Crossfade мастера, вы можете поменять их действия. То есть через окно Setup можно будет назначить на них другие действия. То есть они будут являться не Submaster, например, а будет Crossfade мастер и так далее. Вот этот фейдер здесь называется Crossfade мастер, то есть который у вас позволяет, например, запускать ваш, если у вас здесь Q-Stack будет или Q-List, как в некоторых пультах называется, он вам позволит этим фейдером работать как A, B, секвенция, вот где первый шаг, второй шаг, третий и так далее. А также, если вы выбираете какой-то Q-Stack, например, вот S нажали, значит, в данный момент, если вот он сейчас выбран здесь, то вот этот Crossfade мастер будет работать как основной глобальный мастер запуска для выбранного Q-List или Q-Stack. Есть у вас клавиша Следующий шаг, Go, то есть остановиться, предыдущий шаг, следующий шаг, перелистать, а также другой, это Master Go есть, и плюс, само собой, выставление интенсивности, либо перехода между шагами. Дальше у вас здесь находится числовая клавиатура, в которую вы можете выставлять величины, нажимать Add, Through, Enter и так далее. Также вот здесь у вас клавиши находятся, это клавиши атрибутов, это окна атрибутов, то есть для некоторых пользователей, которые приходят с других культов, они считают, что выбирая эту клавишу, вы выбираете атрибут, на самом деле вы выбираете окно атрибутов, то есть если, скажем, я открою вот окно программера, сейчас я выберу, скажем, прибор какой-то, я выберу окно программера, и если я нажму, скажем, позиция, то он открывает мне атрибут позиции, он дает мне доступ к окну позиций, то есть все палеты, которые связаны с позициями, фейс-функционал, который нужен для работы с позициями, а также сразу же энкодеры X и Y прикрепляются к Panetil 2, то есть если я открою, например, цвет, color, он открывает окно цвета, и в тот же момент ваши энкодеры сразу же прикрепляются к определенным атрибутам, которые связаны именно с цветом, то есть не путайте эти клавиши, это у вас не просто клавиши выбора атрибутов, на самом деле это клавиши окна атрибутов, то есть это чуть-чуть больше, чем просто атрибут, вот, а также здесь у вас есть командные клавиши, то есть там record, move, remove, undo, set, выставить, include, update, release, select и так далее, то есть это командные клавиши. Вот эти клавиши здесь, они являются клавишей выбора приборов, это когда, например, то есть работа с приборами, это когда вы выбираете, скажем, какой-то прибор, то есть вот я сейчас, например, нажал, для того, чтобы выставить вот этот вот вид из четырех окон, который уже был сохранен, есть клавиши, например, у MagicQ софта, есть клавиши Layout 1, Layout 2, Layout 3, например, то есть у вас есть разные лейауты, вы можете их сохранять, эти клавиши, а у пульта MQ500, у него лейауты сохранены с левой стороны. Вы можете спросить, а что, если мне нужно больше, чем один лейаут, я для этого посвящу отдельный урок и покажу, как работать с различными лейаутами, как их сохранять. Значит, вот эти окна, вот эти клавиши называются, клавиши работы с приборами, где у вас есть клавиши, например, Locate, то есть овалайтовские пользователи знают, что это такое, нажимая их, приборы включаются в 100%, и все выставляется по дефолту. Вот, а также есть клавиши, например, Highlight, следующий прибор, выбрать предыдущий прибор, есть функция Fun, там, выбрать все приборы, Add Even, то есть что-то нечит и так далее. А также здесь у вас есть клавиши работы с различными другими окнами, то есть клавиши программатора, то есть вы называете Prog, это у вас окно программатора, то есть все приборы, которые у вас находятся в программере, они будут высвечиваться здесь. Есть также Output. Output – это окно, которое показывает, что у вас выходит из пульта. То есть если я, например, поднимаю Front of House Wash Playback, вот он показывает, вот здесь вот приборы из Front of House, то есть вот они у вас включились на диммер 100%, там вот обычные пары. Вот, а потом есть, например, клавиши как Setup, то есть Setup – это окно настройки, здесь вы можете настраивать очень много вещей, то есть если здесь все настроится так, как вам нужно, вы можете упросить себе работу довольно-таки серьезно. То есть, например, я могу вам показать, вот многие начинающие пользователи иногда жалуются, говорят, смотрите, вот здесь вот скроллер, да, он очень узкий. А как сделать так, чтобы он был немножко побольше? Значит, для этого есть в Setup такая опция, заходите в Setup, и есть опция, например, Windows, то есть работа с окнами. И у вас здесь есть, где еще называется, вот, Scroll Bar, Normal Scroll Bar, если двойной клик нажмете, у вас есть White Scroll Bars. Нажимаете на нее, и вот теперь вы видите, что, а, сейчас, секундочку, вот, у вас здесь в окнах появились Scroll Bar, он более широкий. Вот, нажимаете еще раз Layout, вот, вы можете видеть, теперь у вас Scroll Bar довольно-таки шире. Вот, опять же, мы вернемся в окно настройки, и мы сможем здесь больше других вещей настраивать, но я просто хотел вам показать, где это находится. Вот, также есть, само собой, окно Patch, через которое мы будем патчить новые наши приборы, для этого посвящу отдельный урок. Вот, то есть есть окно Patch, например, если вы ищете окно настройки DMX выходов, то есть это находится в Setup, вот, если нажать Setup, у вас здесь окно есть View DMX Input Output, и у вас здесь будут все ваши настройки, там, по артнету, каждого выхода и так далее. Для этого опять я посвящу отдельный небольшой урок, в котором расскажу, как с этим работать. Вот, и также очень важная клавиша, опять же, если вы знаете английский язык, это клавиша Help, то есть когда вы находитесь в любом из меню, ну, например, пусть вы будете там, скажем, в окне Setup, вот здесь в UDMX Input Output, нажмите клавишу Help, и она вам откроет мануал, который будет именно посвященный тому окну, в котором вы находитесь. Видите? Output Settings, то есть вот это про окно Output. То есть если вы знаете английский язык, оно вам очень поможет именно сюда заглянуть, посмотреть. Вы можете также искать, например, если Search нажмете, и вам нужно будет поискать какое-то слово, например, слово Patch. Вот, для этого вы набираете PCH Enter, вот, и он вам найдет сразу же везде, где встречается слово Patch, и вы сможете потом пройтись по нему, и как бы, и вот нажимая Search Again, он будет находить везде упоминание слова Patch. Опять же, это очень удобная вещь, я ее сам очень сильно пользуюсь, очень много пользуюсь, но я бы хотел именно обратить внимание, что если вы знаете английский язык, вы можете это использовать. Также, работая с PC или с Mac-версией, вы всегда можете запустить бесплатный визуализатор. То есть если вот мы сейчас немножко окно вот так вот прикроем, я могу нажать... Вот здесь вот у вас клавиши есть, то есть давайте я вам расскажу немножко про это меню. Значит, Magic Queue, у вас здесь есть там настройки, преференсы, а также есть, например, ваши лейауты, которые я сказал, я использовал 1, 2 и 3, вот здесь вот они были. Ну, вы здесь можете настроить до 12 лейаутов, а также работа с окнами, то есть вы можете отсюда вызывать любое окно, если вы не знаете, где его найти в пульте, вы можете его отсюда найти. А также очень немаловажный момент бывает, это работа именно визуализатор. То есть если вам нужно запустить внутренний визуализатор, вы заходите в Visualizer, View Visualizer, запускаете его, и вы увидите, что у вас визуализатор работает. То есть если я сейчас немножко вот так вот подвину окошко, вы сможете видеть, что мой визуализатор настроен, все работает и так далее. То есть у вас есть разные режимы работы, когда вот вы в визуализаторе, вы можете нажать и посмотреть. Это все в 3D. А в отдельном уроке я вам покажу, как строить свою площадку здесь, как расстанавливать приборы и так далее. Этот визуализатор встроенный, бесплатный. Видите, он работает и на Mac, и на Windows. А также если вы используете, скажем, на работе у вас находится пульт MQ500, а вы дома используете этот MagicU Soft, шоу файлы совместимы, но вы можете, например, нажать панельку и сказать открыть как MQ500. И он вам поменяет эту панельку на MQ500. То есть вы сможете здесь потом на нем запрограммировать, сохранить шоу файл и запустить его на MQ500. Опять же, все довольно-таки просто. Вот. Здесь также есть выход на Media Player. То есть если вам нужно будет запустить Pixel Mapper, у нас есть несколько вариантов. То есть для этого есть, например, работа с медиасервами, а также с Pixel Mapping есть клавиши Media, в котором вы можете выпустить Pixel Mapper, выставляете лейер, запускаете эффекты. А также у нас очень мощно встроено окно экзекьюторов. То есть когда вы заходите в экзек, у вас есть отдельные окна, в которые вы можете делать очень клевые вещи, там, скажем, как виртуальные фейдеры, быстрая работа для баскинга, когда вам нужно быстренько запрограммировать, работать вживую и так далее. Но для этого будет отдельный урок. Вот. PC, ну, любая PC, Mac-версия и так далее, демо-версия. И видите, я работаю в демо-версии. В демо-версии у вас открыт почти весь функционал софта. Также вам бесплатно дается 64 универса по арт-нету. То есть вы можете подсоединять и полностью использовать как бэкап для вашего физического пульта. Вот. Только некоторые функции здесь урезаны. О них я выложу отдельную информацию. Вот. Но в данный момент я работаю на демо-версии. У меня все спокойненько работает. И в основном я думаю, что я вам демо буду показывать, тренинги буду делать даже на демо-версии. То есть здесь такой большой разницы нет. Это все на сегодня. Я постараюсь записать в ближайшее время еще несколько видеоуроков и буду их выкладывать по мере готовности. Поэтому спасибо за ваше время. Если будут еще какие-то вопросы, обращайтесь. Всегда буду рад помочь. Спасибо большое и пока. Субтитры сделал DimaTorzok